Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня мы рассмотрим 10 главу. Мертвые мухи портят и делают зловонной благоворную масть мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Первый стих. Глава 9 завершалась мыслью о грехе и глупости. Напомню, мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Это 18 стих 9 главы. Начало 10 главы продолжает эту мысль. Да и вся глава преимущественно посвящена классической теме учительных книг. Преимущество мудрости над глупостью. Как будто автор сам утомился от нагнетаемой им же самим безысходности и решил несколько переключиться. Но, как мы увидим в 11 главе, ненадолго. Если финал 9 главы говорит о том, что промах одного может принести много зла окружающим, то есть рассматривают вопрос мудрости и глупости через преимущественно социальные отношения, то здесь мы видим, как эта же тема преломляется в индивидууме. Начало стиха аналог отечественной поговорки про бочку меда и ложку дегтя. Малое зло портит большое благо. Вот основная мысль-отрывка. Это имеет смысл как на уровне какого-то конкретного дела, когда к хорошему начинанию на каком-то этапе примешиваются жадность или эгоизм и губят его, так и на уровне всей человеческой жизни. Об этом говорит и сам Господь у пророка из Икииля. «Праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в которых грешен, он умрет». Иезекииль, 18 глава, 24 стих. «При этом Господь указывает на возможность покаяния, но ее мало увидеть, ей нужно воспользоваться. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Стих 2. Толкователи указывают, что здесь речь идет не о каких-либо антропометрических отличиях. Но это и понятно. В иврите, как и во многих других языках, в том числе и русском, термин «правый» обозначает как правую сторону, так и правоту как правильность. Сердце – библейский образ средоточия внутренней жизни человека. Таким образом, сердце праведного, обращенное на правую сторону, это разум и чувство мудреца, обращенные к праведности, к правде. Интересно рассматривает это место другой комментатор, проводя параллель между небом и землей и правым и левым с точки зрения Бога. Он пишет, Конечно, мы понимаем, что это не более чем антропоморфный образ, и Бог не обладает подобными характеристиками. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. 10 глава, 3 стих. Универсальность мудрости еще раз прослеживается в параллельности многих поговорок от дней древних до дня сегодняшнего в емкой лаконичной форме получающих слушателя. «Помолчи, заумного сойдешь», — советует слушателям отечественный мудрец, зная или не зная о том, но полностью согласуясь с Соломоном. Даже на пути. Оборот, указывающий на ситуацию инкогнито, на ситуацию неузнавания. Автор имеет в виду, что о человеке, как о мудром или о глупом, знают те, кто общается с ним, то есть те, кто живут и взаимодействуют с ним. Когда же человек отрывается от родного места, выходит в путь, то он не знаком ни идущим с ним по дороге, ни большинству жителей того места, куда он стремится. Однако, замечает автор, настоящая глупость столь однозначна, что даже на пути человек умудряется высказать ее людям незнакомым. Но не забудем также, что литература мудрости почти всегда проводит параллель мудрость-праведность и глупость-греховность, то есть злодейство. Поэтому, являющий даже на пути свою глупость, ну, с точки зрения, как минимум, комментаторов, есть далеко не обычный, недалекий простачок. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что крутость покрывает и большие проступки». Четвертый стих. Двойственный смысл глагола «таалех», употребленного в этом предложении, порождает двойственный комментарий как у иудейских, так и у христианских авторов. Глагол переводится как «пойти», «подниматься». Две основных интерпретации – это «поднимется на тебя дух правления» или «разгневается на тебя правитель». В последнем случае перед нами типичный совет по придворному этикету. Один из множества представленных у мудрецов Средиземноморья. Так как, в общем-то, сами эти мудрецы часто есть песцы и представители царской администрации разных уровней. Отсюда простой вывод. Если начальник гневается, прояви кротость. Когда гнев утихнет, то, видя твою кротость, начальник вновь проникнется к тебе благорасположением. Видя же твое упрямство и своеволие, он еще более будет негодовать. На эту тему есть, кстати, да, крайне любопытный комментарий Дидима Слепца. Он говорит, «Если гнев начальника поднимется на тебя, то есть, если и кажется, что он овладел тобою, то потому что ты ему поддался». То есть толкователь утверждает, что такая ситуация возможна преимущественно из добровольного принятия противоположения хозяин-раб обоими сторонами процесса. Для того времени это было неизбежно, а вот для современного этапа, когда оба, и начальник, и подчиненный равно свободные люди, это немаловажное замечание. И Дидим продолжает на примерах. Он говорит, «Так же, как если бы над кем властвует Мамона, то потому, что он увергает свои помыслы в страсть к серебру, так и подпадает власти тот, кто подчинился словно раб». Но есть и первый вариант толкования о духе правления, а не о простом начальнике. И к нему склоняется большинство толкователей. Под таковым духом толкователи имеют в виду дух тьмы века сего, отца лжи, дьявола. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, «Впрочем, не ты только сам бываешь виновником греха, но есть некто и другой, самый злой подстрекатель к нему, дьявол. Он подстрекает всех, однако же не одолевает тех, которые не повинуются ему. Потому-то, говорит Экклезиаст, если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй место твоего. О похожем говорит Ибн Яхья, если поднимется в тебе дух, обычно владычествующий над людьми, то есть дух побуждающий, который возникает во время гнева, место ему не оставляй, то есть не давай ему занять место в тебе и не покидай своей ступени, то есть степени развития духовной жизни. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях и князей, ходящих подобно ромам пешком». 5-7 стихи. Превратности жизненного пути уже обсуждались автором в предыдущей главе, где бедняк мог мудростью своей спасти город. Положительные примеры стремительного возвышения людей благодаря помощи Божьей от рабского состояния, мы уже говорили, да, это, например, Иосиф, сын Иакова, и позже Мордахей и пророк Даниил в плену в Авелонском. С точки зрения автора, такое положение вещей в большинстве случаев промах, ошибка. Но Библия указывает, что все люди – существа равного достоинства, и бог избирает служащих себе совсем не из тех же соображений, из каких это делают люди. Прекрасный пример здесь с отцом Соломона, Давидом. Саул, его предшественник на троне Израиля, был полон стати и величия, так что одним только своим внешним видом внушал уважение. Поэтому пророк Самуил, придя в Вифлеем помазать нового царя Израилю, остановил свой взгляд на старшем сыне Иесея Илеаве, так как тоже он был крепок и статен. Но Господь отвечает пророку, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Точка зрения Бога, как минимум, не всегда совпадает с воззрениями придворных интриганов. Рассматривая эти слова как аллегорию, святитель Григорий Великий соотносит упоминаемое в стихе рабство с рабством души, с рабством греху. «Всякий, кто согрешает – раб греха. И рабы оказываются на конях, когда грешники в нынешней жизни превозносятся в достоинстве. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный». Десятая глава, восьмой, одиннадцатой стихи. На бытовых примерах несоблюдения техники безопасности в работе с миром материи святые отцы видят параллель с миром духа. Образ человека, падающего в им же выкопанную яму, регулярен для Ветхого Завета. Об этом, например, говорит Псалтырь. «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил». Седьмой Псалом. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали передо мною яму, и сами упали в нее». Пятьдесят шестой Псалом. Или же книга-притч. «Кторый роет яму, тот сам упадет в нее. Кто покатит вверх камень, к тому он воротится». Резюмирует это автор притчи, говорящий, «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». То есть замышляющий нечто злое ближнему сам в полноте получит последствия замысленного. Особенное внимание экзегеты обращают на образ ограды. Иудейские толкователи связывают эти слова с указанием на законы мудрецов, стоящие как бы оградой вокруг Торы. Преподобный Викин Телеринский также видит здесь попытку разрушить учение церкви. Когда начнут они эти божественные речения не только упоминать, но и по-своему излагать, и не только швыряться цитатами, но даже и толковать, тогда прольется яд новых учений, тогда сперва увидишь разрушенную ограду, тогда устранится кафолическая вера, тогда церковная догма будет повреждена. Змей в ограде – также бытовой образ, изначально не содержащий в себе, в общем-то, никакой мистики. Однако параллель с повествованием книги Бытия вполне однозначно проводится здесь со змеем, искусившим первых людей. Поэтому как бы нарушающий ограду здравого учения рискует быть смертельно укушен, ужален врагом всех людей. «Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого гупят его же. Начало слов из уст его глупость, а конец речи из уст его безумия. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что тот даже не знает дороги в город». 11-15 стихи. Увы, это часто можно приложить к нам самим. Начало слов – просто глупость, а конец безумия. Как часто мы, начав речь о чем-то высоком, пытаясь кого-то привести к истинам веры, показать ему путь к Христу, человеколюбцу, и не увидев сию секундного принятия от слушателя, начинаем просто раздражаться. И начали-то мы не самым лучшим образом, а уж закончили вовсе безумием, гневом и раздражением. Почему это происходит? Да потому что говорящий и сам-то не знает дороги в город. В этих стихах автор указывает на знание дороги до ближайшего города, как на самое примитивное и общедоступное. Отолкователи, как иудейские, так и христианские, видят здесь указания на дорогу к Богу и шествие по ней. «Не знает даже дороги в город, то есть в небесный Иерусалим, который есть Матерь всем нам», говорит преподобный Иоанн Кассиан. Поэтому, говоря о высоком, о нашей вере, будем всегда иметь перед собой вопрос, знаем ли мы сами дорогу в этот город и идем ли по ней, или только слыхали, что такая дорога существует. «Горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе земля, когда царю тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. Отленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою». 16-20 стих. Царь-отрок может быть понят двояко, либо как царь молодой, или как царь несоответствующего звания, так как отроками писание часто называет слуг. На это может указывать и параллель следующего стиха, где благо провозглашается не стране, чей царь старец, а чей царь благородный, то есть как минимум происходящий из свободных. Среди указаний царедворцам учительная литература содержит не только прямые поучения, как то, например, даже в мыслях не злословь царя, но и рассуждения о судьбах страны и народа, в расчете на то, что эти тексты правильно повлияют на воспитание царской администрации, а те, в свою очередь, сумеют правильно воспитать царя, даже если он юн. Классический пример плохих советников молодых царей это Ахитофел при сыне Давида Виссаломе, который, нужно заметить, был плохо-то только для Давида, так как давал вполне себе грамотные советы Виссалому по ведению войны против собственного отца. Второй же пример это советники Рваама, отвергшего отцовских царедворцев и послушавшего своих молодых друзей, тем самым потеряв большую часть царства Израиля.